Здравствуйте, друзья! Ко мне сегодня утром написала бывшая клиентка с вопросом. У меня остаются контакты клиентов. Я оставляю открытую возможность для общения вопросов. И она в таком возбужденном, тревожном состоянии рассказала историю. Говорит, у меня вчера ребенок, маленький ребенок, там около трех лет, упал и рассек лоб. Рассек лоб, соответственно, они с утра занимаются сегодня хирургами, больницами. Зашивать, не зашивать, шрама, не шрама, рубец, не рубец и так далее, так далее, так далее. Вот она, суть ее письма заключается в том, что она вся в очень тревожном состоянии находится. И спрашивает, что мне делать, что мне делать, что мое, как я могла повлиять на то, что мне сейчас нужно сделать, чтобы эту ситуацию закрыть, может быть, из-за того, что мой ребенок упал. В действительности в директе полно таких вопросов. Полно таких вопросов. А вот с ребенком случилось вот это, с ребенком случилось вот это, вот так, вот так, вот так, вот так. Я всегда отвечаю первое, первое. Вот сразу говорю. Дорогие друзья, пожалуйста, сначала, сначала просто отнеситесь к этому как к базовому, вот к простому событию, событию, которое подразумевает, ну, общую тенденцию взросления детей, если мы говорим про детей, или там жизни людей, если мы говорим про себя, про взрослых. Ну, там, где-то иногда оступаться, ошибаться. Не делайте из этого мистики, потому что мистика порождает большое количество тревоги. Как будто бы есть что-то, чего я не замечаю, и вот эта тревога начинает работать. Я, первое, всегда отвечаю так. Во-вторых, если вам так надо разобрать это, если вы так прям хотите, и вот эту связь установить, которая есть, вы, пожалуйста, попробуйте сами подумать, поставить символику того или иного органа, ну, не органа, там, части тела, руководствуясь логикой, что травма является показателем разрешения некоего конфликта, напряжения, которое существует в семейной системе, в вашей ли жизни, в работе ли, и так далее, и так далее. И эта травма, она отражает ту тенденцию, которая существует уже в психике. Я предлагаю, говорю, и вот потихонечку. Но сначала по-простому, пожалуйста, не надо преувеличивать, превращать психосоматику вот в какую-то некую, прям совсем мистическую историю. Но в действительности сам-то я сторонник, скажем так, сторонник тотального символизма, тотальной психосоматики в этом смысле, особенно если травмы повторяющиеся какие-то, то я, естественно, буду рекомендовать искать некий повторяющийся контекст. В данном случае она обратилась ко мне и говорит, вот у меня у ребенка рассечение на лбу. Я говорю, хорошо, ну давай посмотрим. Лоб, место, где растут часто рога на лобной кости, является символом некой ментальной конфронтации. То есть, когда я конфронтирую с кем-то, ну там лбами столкнулись, говорят, да. То есть, это не просто фигура речи там у животных, а из лобной кости там часто растут рога. И, соответственно, это то место, которое должно быть особенно твердым. Они сталкиваются лбами там, когда конфронтируют, то есть, борются за территорию. Давай посмотрим. Представим, что твой ребенок показал, как ты конфронтируешь где-то с кем-то на своей территории за что-то. И пишет она мне следующее сообщение, говорит, господи, точно, точно, вчера весь день в чате сцепилась с одной участницей чата там какого-то своего. Весь день мы друг друга там таскали до злости, до ужаса, до напряжения, пытались друг другу доказать. Я ей доказывал. В конце концов, все закончилось взаимным баном. И это длилось вот так вот, размазано весь день, и тема же вытрепещущая там такая прям про жизнь, про то, кто хороший, кто плохой и так далее. Вот они там доказывали друг другу, там чуть ли не на матах это все. И вот весь день она в этом провела, в этом эмоциональном фоне, и вечером ребенок падает и ударяется. То есть, можно сказать, что здесь сработает вот этот пример, можно сказать, показателен в том, как, например, можно использовать психосоматику для того, чтобы примерно понять, если вы уж так это хотите. Еще раз повторю, сначала, на первом, первое, вы просто посмотрите на ситуацию, пожалуйста, с позиции общей какой-то неловкости. Не создавайте слишком глубокие смыслы с простым чихом, не надо. Это вот точно про тревожность. Потому что второе тогда, я советую обязательно второе, и посмотрите, пожалуйста, свою тревожность. Возможно, ваша тревожность создает вот такое видение, в котором эти травмы случаться будут, потому что, ну, слишком опасно психике ребенка или вашей психике вообще куда-то выходить. Вот, поэтому травма будет тем, что поможет никуда не уходить, а оставаться неподвижным на месте. Потому что травма опорно-двигательного аппарата, она, в общем-то, в итоге приводит к тому, что человек никуда не идет. Вот, и только потом уже вы можете примерно вот в таком смысле использовать символику тела для того, чтобы понять, какая история может заставлять, создавать напряжение, и ваше тело, или история с ребенком, в данном случае, если мама с маленьким ребенком, покажет вам эту историю. Ну, и что? Соответственно, этой женщине остается. Ей остается вернуться в ту историю и посмотреть, что она не смогла в этом диалоге, в споре отпустить, и, наконец, отпустить, как минимум, допустив, что на планете Земля вообще нормально, что существуют люди, которые имеют другую точку зрения. И нормально, что существуют люди, которые хотят, чтобы на планете Земля была только их точка зрения. Это нормально. На планете Земля всем хватит места, со всеми точками зрения, и, пожалуйста, подарите им это право. Подарите им право считать только себя правильными, там, им себя правильными, а себе себя правильными. И, таким образом, я предложил, я говорю, выйди из этого конфликта, отпусти эту ситуацию, отпусти эту женщину, в общем-то, вот. Может быть, и шрам будет зарастать быстрее. Вот так вот она пронизывает всю нашу жизнь незримыми нитями. Тотальная связь всего и со всем. И немножко из этих связей пытается понять психосоматика.